Джумабеку 45 лет. 10 из них ищет работу на бирже труда на Льва Толстого. Сейчас не сезон, рассказывает он. Наступит май, работодатель появится. Умеет делать, как рассказывает о себе Джумабек, все что угодно. Стройка, уборка, сам по профессии шофер. Торговал и на дырудое, но обанкротился. Заработок на бирже нестабильный, но лучше сразу после выполнения работы получить оплату, чем жить от зарплаты до зарплаты, считает он. Постоянно работаю, хотел работать, не хочу работать. А как это? Потому что здесь каждый день все хорошее. Помогу принесешь, детям мороженое пишешь. А вы как безработный на учете стоите? Да, стою. Получаете пособие? Нет, не получаю. Тех, кто считает так же на улице Льва Толстого, немало. В день здесь ожидает заказов 250-300 человек. Зараз мог заработать от 500 до 1 тысячи сомов. В месяц заработок может достичь суммы в 10-15 тысяч. Эти люди официально считаются безработными. По Бишкеку на учете состоят 5500 человек. Между тем, работодатели ищут мастеров для сферы обслуживания. Только в городе объявлены конкурсы на 3300 вакансий. Нужны повары, парикмахеры, продавцы. Но многие граждане ищут для себя работу юристов или экономистов, говорят чиновники. Столичному центру занятости за последние три месяца удалось трудоустроить 1520 человек. Скоро подключат специальный сайт занятость.кейджи. Этот сайт на самом деле он предназначен для очень широкого круга пользователей, для тех, кто ищет работу прежде всего, и для работодателей, у которых имеются вакансии и хотели бы быстро подобрать себе сотрудников. Здесь на этом сайте это интерактивный портал занятость.кейджи называется. Он осуществляется здесь, значит, все вакансии, вся информация по республике. В Кыргызстане официально безработных почти 79 тысяч человек. Это только те, которые состоят на учете Министерства соцразвития. Если к ним прибавить данные над Статкома, общее число безработных 174 тысячи человек. Уровень безработицы по стране составляет 7 процентов. Самый высокий показатель отмечается, говорят в ведомстве в Баткене, самый низкий в Таласе. По сравнению с 2015 годом у нас уровень общей безработицы составил 8 процентов. За 4 года проводили определенные работы и снизится уровень общей безработицы на 1 процент. То есть это хороший показатель. Граждане в статусе безработный получают пособие 250 сомов. Максимально эта сумма может достигать 900 сомов. Плюсуется, например, надбавка за пребывание в высокогорном районе, а еще стаж. За выслугу лет считает прохождение краткосрочных курсов, участие в общественных работах, которые оплачиваются. Но в соцфонд никаких отчислений не поступает.